И снова здравствуйте! Турция. За моей спиной Кемер. Как и обещала, что следующее видео будет в Турции. Хотела рассказать вам про внутреннее сопротивление, к чему оно вызывает и что происходит, но тема случилась другая. Неделю здесь пребываю, смотрю определенные моменты, и душа кричит. Люблю снимать и рассказывать статьи, те, которые прожила клеточками, те, в которые могу душу вложить. Хочется поговорить о женщинах и о мужчинах. Наболевшая тема очень сейчас. Женско-мужские отношения, неправильные модели. Вот Россия. Россия-матушка. Что у нас в России сейчас происходит? Очень мужественные женщины и очень женственные мужчины. А что с этим делать? Никто ничего не делает. У нас ситуация только усугубляется. Женщины ушли в бизнес. Они самоутверждаются. Меряются эго с мужчинами. Кто круче, кто может зарабатывать деньги и стремятся, реализовываются. А мужчины у нас потерялись. Катаюсь по миру. В последнее время очень часто и много. Недавно стала снимать видео в разных точках. Очень много была где. И смотрела на разных мужчин. Очень интересно. Разный менталитет. Разные нравы, разные традиции. Все сильно отличается. Но в целом, в целом, как по природе идет, у нас два поля. Женское и мужское. В женском поле девочки мы приходим с одним супчиком, с одним набором энергии. И мужчины. У них совершенно другой набор энергии. Мужской супчик. У женщины задача раскрыть женские энергии. С этой задачи она пришла в мир. У мужчины задача раскрыть свои мужские энергии. Вот мужчине по природе дана агрессия. Женщине не дана по природе агрессия. И когда женщина начинает культивировать эту агрессию, она лишается матки, она лишается здоровья. А у нее нет мужчин. Она злая, она раздражительная. Ну, что попало творится. И в сей жизни здоровье. И вокруг, и больные дети. И у этих детей нездоровые семьи. До такой степени все перепуталось. Мужественные женщины и женственные мужчины. У меня катастрофа. К мужчинам претензий нет. Покаталась по миру, посмотрела. Господи, девочки, у нас самые крутые мужики. Самые классные мужчины. Мужчины в России. В Сибири особенно. Я в Сибири живу. Там вообще супер. Мужики, я за вас. Россия гуд, гуд. Я более шикарных мужчин нигде не видела. Разных мужчин видела. И бизнес, и простые, и работяги, и магазины, супермаркеты. Какие-то и делы, свое завод. Разных мужчин видела. Вы знаете, вот последние города, например, для сравнения. Камбоджа. Была в Камбодже. Психически нерожденные, капризные. Это до такой степени ленивые, никчемушные дяденьки. У меня был шок. Таиланд. Да, замечательно. Есть интересные такие моменты. Но в целом тоже. Таиландцы, они медленно передвигаются. Тихо думают. Ну, сабай-сабай. Этим все сказано. И определенный такой менталитет. Приехала в Турцию. Турция меня так добила. Турция меня добила. Да, такие серьезные мужчины, воины. Они когда-то воевали. На Россию ходили. Спасибо Екатерине. Освободила, разбомбила. Хотели они нас подмять. Вот турки брутуальные. Там все. Господи. Они никакие. Ей-богу, никакие. Даже держатели магазинов. Даже держатели бизнеса. У которых тут яхты есть и еще что-то. Вот они никакие. Понимаете? Вот у них нету вот этого соображалки какой-то. Наши российские мужики. Господи, я преклоняюсь. Я низко кланяюсь. Творческий центр работает. Это только наши российские мужчины могли при том, когда ремень порвался, снять с женщины колготки и намотать. Творческий центр работает. Работает у наших мужчин. Как они ухаживают. Как они включаются. У меня в видео в инстаграме есть. Мужчина играет с моей собакой. Господи. Но это только наши мальчишки на это способны. Я очень люблю российских мужиков, русских, настоящих мужчин. У них есть стержень. У них есть творческий центр. Они до такой степени полные, наполненные, интересные, неординарные. Они до такой степени могут из говна конфетку сделать. Они до такой степени, когда раскрываются, когда им помочь раскрыться, они до такой степени умнички. Я не видела больше мужчин, которые бы так вот поднимали эмоции, поднимали восхищение. Вы знаете, женщины, вы сами своих мужчин забили, задолбили, загнобили. Я сама, я сама, я сама, я сама. Вы занимаете мужское место. Мужчина здесь должен быть, женщина должна быть здесь. Мужчину отсюда выпихнули вот здесь. Находится как будто раком на четвереньках в базарный день на площади. Вот примерно так он себя и чувствует. Понимаете? Плюс еще сверху по макушке мы клюем. Юбку одень, девочка. Да ты юбку одень. Дети подходят что-то. Да кого вы его слушаете? Я везде, впереди планеты всей. Вечером в отеле была ситуация. Туристы тут сидели, немножечко выпивали. У нас все включено. Это очень интересно, сами знаете. И вот, значит, между мужчинами случилась какая-то ситуация. И одна была семейная пара. И мужчина, значит, в этой семейной паре, муж пытается решить ситуацию. Она такая, гарно, девчина. Она говорит, отойди. И пошла. И стоя оперы, когда и коня наскаку, и в горящую избу. Ну, они как мужчины стали бы поговорили. Не знаю, чем бы это дело закончилось. Ну, надо бы. Он здоровый мужик, серьезный. Ну, надо бы, наверное, и в нос бы щелкнул. Могут они все это. Ну, вот она лезет на периферию. Надо ей... Она полезла с мужиками драться. Это вот сидишь со стороны, смотришь. Волосы дыбом. Вот просто волосы дыбом. У меня шок. У меня шок всегда от таких мероприятий. Знаете, мы перестали правильно относиться к мужчинам. Мы перестали раскрывать. Вот когда ваш ребеночек рождается, у Бога не было возможности делать уродов. Он делал гениальных. Это гениальные творения. Каждый человек – это гениальное творение. И он пришел с набором интересных энергий. Этот человек пришел с набором энергий. И по факту он может раскрыться, может не раскрыться. Неразвившийся потенциал – это ноль. Понимаете? И вот он пришел с этими энергиями, он может их раскрыть, может не раскрыть. Очень много знаю людей, которые приходили с талантом хирурга, с талантом рисовать, еще какие-то моменты. Либо родители не отдали вовремя, не услышали зов духа, еще по каким-то причинам. То есть ребенок может не реализоваться, не раскрыться. Так вот, когда строится пара, мне нравятся песни, как Чили с Гошей Куценко поют. Как бы мне найти в этой жизни его, а не потерять, что сложнее еще. А прожить с ним для скончания дней еще труднее. Вот мы думаем, да, вот найти, встретить эту половинку, встретить этого человека, да, это было бы круто. Найти и встретить, но это не самое страшное. Найти – это не всем удается. Но многие пары встречаются, и между ними вспыхивает эта искра. А вот здесь начинается самое интересное. Искра, она вспыхнула. Вот сможем мы построить дальше отношения, правильно простроить эти отношения и прожить с ним до скончания дней еще труднее. Знаю в моем окружении много пар взрослых, зрелых, которые по 25, по 30 лет прожили. Разговариваю с женщинами, задаю какие-то вопросы, интересуюсь. Это тяжелый титанический труд. Снаружи это смотрится гармоничная идеальная пара, семья, союз. Но сколько они прошли всего, сколько женщина вложила, за каждым великим мужчиной стояла женщина. Женщина дает энергии материальные. Она поднимает мужчину на крыло, вдохновляет. И ради женщины ему хочется совершать подвиги. Бегать, махать шашкой, завоевывать, строить дома, заводы, пароходы, нести этого мамонта, волочь за хвост домой. Но зачем ему волочь, если мамонта уже приволокли? А если ему постоянно рассказывают, какой он ни к чемушный? Если вы не уважаете своего мужчину, его нигде уважать не будут. Ни на работе, ни в окружении. То есть он будет потерянный. Женщина смотрит на мужчину снизу вверх, как на Бога, с уважением. И ее задача помочь, как вот маленькому ребенку, который родился, точно так же при создании союза у женщины задача раскрыть потенциал внутреннего мужчины. На крыло его поставить, вдохновить его на подвиг. У нас спят в России мужчины. Они спящие, они не востребованы. Мужчины либо на войну ходят, либо завоевывают женщин. У нас не надо женщин завоевывать. А сейчас вот ряд клиентов, мужчины, вообще общаюсь, неженатые мужчины есть. Они рассказывают, как у них проходит коммуникация с женщинами. Женщины их завоевывают. Рассказываю им веды, рассказываю правильную систему. Мужики в шок приходят. Но кто-то уже понимает. Он говорит, ну я не кролик, чтобы на меня охотились. По природе, по природе мужчина добытчик, мужчина охотник. Ему интересно, ему интересно бегать за женщиной. Ему интересно завоевывать ее. А у нас наоборот, у нас женщины завоевывают мужчин. А недавно тот случай был, когда еще мужчина гордится тем, что за ним тут толпа женщин уевается. Пишут там, они какие-то подарки ему делают. Мир перевернулся. Мир перевернулся. Вы знаете, нужно вспомнить природу. Природу, зачем мы сюда пришли. Какие энергии, какие цели. Очень много сейчас одиноких людей, очень много несчастных. Мы потеряли себя. Изначально вы пришли проснуться. Проснуться, разбудить свои программы. Те программы, с которыми вы пришли, которые нужно реализовать. Второй момент, для чего создается семья. Мы думаем, что семья для гармонии, для любви, для счастья. Нет. Гармония, любовь и счастье – это побочник. 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 А вот до того, как чтобы это случилось, нужно к этому прийти. Нужно помочь раскрыться. То есть мы, знаете, как лакмусовые бумажки друг на дружку реагируем. Мужчина задача – помочь женщине раскрыться. У женщины задача – помочь мужчине раскрыться. Пройти, помочь, пройти психическое рождение. Мужчина закон. Узнает, как правильно женщина живет. Как семья, вернее, правильно живет. Он внутренне ощущает, вот так нужно делать, вот так не нужно. Женщина – она хаос, она хаос. Вот мужчины ее гармонизируют. Любой самый никчемушный мужчина – это вот, который, ну, не раскрытый, который вот, ну, вот никак, нигде и ничего. Вы послушайте его. У него равновесие. У него равновесие. Да, он может не уметь зарабатывать денег, он может быть там не построил заводы, пароходы, еще какие-то моменты. Ну, какое у мужчины равновесие? У любого мужчины равновесие? И когда вы забиваете человека, если человек уговорит сто раз свинья, он захрюкает. Какого волка кормим? У нас у каждого есть черный и белый волк. Какого мы волка кормим? Если вы человеку будете растить его белого волка, рассказывать, поставить на крыло, человек будет стремиться, он будет расти. Вы знаете, женщина может, некоторые женщины способны из бомжа сделать олигарха, а некоторые из олигарха бомжа. Так вот, на данном этапе, на данном этапе женщина приходит, жалуется, мужчина не зарабатывает, не приносит денег. Ну, глаз надо вам подбить, прям под глаз дать. А еще вдовы. Очень интересный момент. Я бы вдов закапывала вместе с мужьями. Пять сук закопала бы, шестая бы задумалась. Вы знаете, и мужчины у нас были бы в нужном русле. Берегли, холили, лелеяли, пылинки сдували. Пылинки сдували. Мы относимся к ним потребительски. Много лет назад был клуб знакомства, была идея собирать пары. Вы знаете, с чем столкнулась. Анкету писала сама. Впоследствии добавила пункт, что вы можете дать. У всех было такое, прям, напряжение. А я что, еще давать должна что-то? Да нет, мужик это вешалка, на которую надо свесить все проблемы, свесить ноги, нассать за шиворот. Ну, и в принципе, вот, жизнь удалась. Ну, нет, нет, так не бывает. Вы даете любовь, вы даете сердечный центр, материнскую любовь, вы даете сексуальную энергию, да, вы даете духовную энергию, вам интересно с этим человеком. Вы полноценно наполняете этого человека. И тогда этот человек на крыльях, да, он готов гору свернуть, ему охота. То есть, мужчину нужно провоцировать, зажигать. А вы, суки, ленивые. Вы думаете, что вот он сам должен. Да никто никому ничего не должен. Бытие определяет сознание. Если в вашей жизни происходит что-то не то, пора задуматься, потому что еще есть дети. У детей будут внуки. У детей будут внуки. Каких мы детей сейчас воспитаем, мне не стыдно в этой жизни. У меня потрясающий сын. Ему 21 год. У него правильная моделька. Ему было 6-7 лет. И мои подруги всегда говорили, с ним идешь, и ощущение, как будто с 40-летним мужчиной. Вот, всегда носил пакет. Не учила, не учила. Видимо, папа научил. То есть, он смотрел эту правильную модель. Что мы заложим в детей? Сейчас у нас, у женщин, нет уважения к мужчине. Абсолютно нет уважения. Есть потребительское отношение. У мужчин, кстати, тоже потребительское отношение. Но это мы их научили. Женщина, духовный лидер. Если вы куда-то поведете мужчину, если вы поведете его в кабак, он пойдет в кабак, в пятницу пиво пить. Если вы его поведете в горы, в лес, на пикничок, в бомбинтон поиграть или еще, он будет с вами в бомбинтон играть. Вот он до такой степени, как ребенок, как пластилиновый. Вы их долбите, у вас претензии, вы постоянно ворчите, нету вдохновения. Женщина, она духовный лидер, она вдохновитель, понимаете, она вдохновляет. Это вот загадочный вид, такой вот, вау, Юрочка, вот эту сосенку дома хочу, или мне вот это дерево, никогда не забуду, как мама рябину перла из леса. Вот мне вот это вот надо рябинку, она у нас, папа привел, нашел способ, как ее притащить, посадить. Наши мужчины нереализованные, наши мужчины забитые, наши мужчины забыли состояние вот этой вот востребованности. И когда женщина вдохновляет мужчину на подвиг, ему приходят энергии, приходят энергии на то, чтобы реализовать то, что он замыслил, либо то, что она замыслила, либо совместный проект. Приходят энергии, когда мужчина это воплощает в жизнь, то у него ощущение счастья и гармонии, и вот этот вот восторг, происходит энергообмен. Он это отправляет в мир, он приносит этот подвиг женщине к ногам, и женщина его благословляет энергией, к нему приходит еще больше энергии. И вы знаете, это в геометрической прогрессии, это в геометрической прогрессии. Если есть в вашем окружении пары семейные, которые бизнесом занимаются, и у которых гармония семейная, можете посмотреть, как женщина относится к мужчине, и как она его боготворит, как она с уважением к нему относится, как он ей плоды приносит, и какие результаты. То есть это интересно, вы понаблюдайте. У нас мир сейчас перевернулся. Женщины, я очень вас прошу, очень. У меня много видео в интернете, есть канал. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, остановитесь, просто остановитесь. Круче наших мужчин нет. Их нужно любить, их нужно тормошить, их нужно просто принять такими, какие они есть. Потихонечку растрясать, потихонечку вдохновлять. И вы знаете, это такие плоды, вы даже не представляете, когда женщина начинает вдохновлять и дарить человеку любовь своему мужчине, как он раскрывается. Вы видели когда-нибудь одинокую женщину, какие грустные глаза и какая она никакая. Если у женщины появляется мужчина, вы замечали, что происходит? У нее начинают блестеть глаза, у нее расправляется кожа, и вокруг ее происходит или интересное такое электромагнитное поле и начинают притягиваться другие мужчины. Они прям как на свет летят, вот как мотыльки на свет, на лампочку. Ну, ложкой и медом больше пчел привлечем, чем бочкой жилочи. Так вот, когда мы культивируем эту внутреннюю любовь внутри, когда мы начинаем ее раздавать, дарить миру, нести эту вибрацию, когда вы любите и вдохновляете мужчину, он светится, он совершенно другой, он начинает раскрывать свои таланты. Я благодарю всех за внимание. Пишите, я отвечаю по возможностям, но не всегда получается сразу. Пишите вопросы, благодарна вопросам, благодарна вашей обратной связи. Всем добра и света, люблю, благодарю.